Короче, с Дашулькой забежали в кафе, в котором она никогда не была, я уже здесь был когда-то и в этом районе жил, вот поэтому знаю по старой памяти, по старой памяти, здесь можно это назвать инвентурный кафе, но они здесь люди подстроили такое прикольное, что, ну вот сейчас, Дашулька, просто я обалдела, честно говоря, потому что, прям здесь буквально помещение 3 метра, здесь много людей, достаточно, и здесь есть просто все, ладно, вот это вот понятно. Нет, на русском написано английский завтрак, то есть вам будет все понятно, каша, то есть понимаете, как здесь едят, едят, ездят, блин, что сын языка. У них какая-то кухня, здесь, смотри, вот, крылышки есть, две леточки, да. Дальше, борщ, ребят, борщ. Дубай. Да, музыка по-английски не смешно, борщ. Далее, ну там ям, понятно, окрошка, окрошка, мои дорогие. И, кстати, надо делать окрошку, потому что я ела окошку. Давай. Оливье. 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 Салат Оливье. Да. У меня так есть, почему мы заказывали сейчас? Да, в такие моменты главное не заказать много. Вот это мы заказали сейчас. Поке, швимс, терияки. И я заказала еще сауну. Я, кстати, как-то здесь рискнул, Даша. Значит, прихожу к нему, у меня смотрят, я говорю, что остренькое есть? Он говорит, есть. Есть острое, есть литл острое и есть нормал острое. Я говорю, ну, нормал острое. Он у меня смотрит, такой, тебе не надо. Я говорю, нет, давай нормал, я люблю острое. Он говорит, тебе не надо, возьми литл. Я беру литл и еле в рот засуну. Слезы эти куда-то. Я представляю, что такое супер. Они любят же это. Только попробуйте их спайси. Прямо спайси-спайси заказать. А чего? Прочистится. Да у меня что-то, короче, смотрите. У меня, короче, на пальце еще, может, месяц назад появилась вот такая штучка. Я подумала, что это лопнул сосуд, видите, как вена. Он не болеет, ничего, просто вот какая-то вот такая штука. И сегодня я обнаружила, но это, мне кажется, мозоль, другая штука. Это как, знаете, оно не болит, ничего. То есть, никак меня не тревожит, кроме визуала. То есть, что это за штучка такая, переживаю. Это ладно, только сегодня возникло. Это, скорее всего, мозоль, потому что там, какая-то жидкость внутри. Я травмировала здесь. Ну, положу так. А вот это что это? Как венка, видите? Да, на венку. Да, но не венка, реально, сосудка. Ну, ты в интернете начиталась? Говорят, что это может мокнуть сосуд-то. Чебангол такой. Ну, да, может быть. Вообще, я не умираю. Нет, нет. Только с него боюсь. Но надо в Турцию сейчас приезжать, пойти к врачу. Все время лень. Приезжаешь, но уже лень. Даже со спиной не сходим. А на улице дождик. И здания растут, как грибы. Вот только когда я здесь, в августе месяце был, то есть этого здания вообще не было. И вот этого не было. Только начинали строить. Вот такие уже высотки. Хочем показать вам для любителей роскоши шикарное предложение. Во-первых, 1500 квадратных метров. Четыре этажа. Это вилла. Там итальянская плитка, натуральный камень, дерево. В общем, все роскошно, все шикарно. И еще это все на первой береговой линии от Лагуны. То есть, действительно, предложение просто шикарное. Конечно, не бюджетный вариант, но это именно роскошь. Здесь инфинити бассейны. Везде просто все, что вы можете представить, там будет все. Ну, плюс само сообщество очень удачное. Потому что здесь есть и школа. Одна из самых таких хороших. И спортзалы, и спорткомплекс, торговый центр. В общем, все, что только можно представить, есть рядом с вами. И одновременно это уединение, это вилла роскошная, хочется повторить. И близость от главных районов, от Даунтаун. Там совершенно недолго ехать. Минут 10, наверное, 15. Ну и, собственно, вот такое комьюнити у нас есть. И там вот эта вилла, конечно, меня просто покорила. Пишите нам в Директ. Во-первых, у нас много разных предложений, много разных. Ой, почему в Директ-то? В WhatsApp пишите. Ну и можете в Директ наши инстаграм-странички. Мы за всем следим. Все, отвечаем всегда внимательно. В общем, красота. С удовольствием нам поможем. Еще помимо вилл, здесь, как вы видите, вот эти башни. Это комьюнити. Здесь можно жить в квартирах. Тоже очень удачно. Видите, везде есть выход к воде. То есть, и здесь будет, конечно, цена ниже в квартирах. И рядом и школа, как я уже сказала, и спортзоны. В общем, все-все-все. То есть, представляете себе, вообще в Дубае, я считаю, лучше всего жить именно в комьюнити. То есть, не надо стремиться в какой-то определенный район, но надо обращать внимание, чтобы это было действительно хорошее, такое большое комьюнити, где будет все. Вот я наблюдаю, что кто-то, ой, мы там, сейчас нам сказали, там есть дешевая какая-то квартира, это одна свечка где-то в пустыне. Вы там просто не сможете жить, вам надо будет каждый день куда-то ездить, потому что рядом ничего не будет, потому что это действительно в пустыне. Поэтому вот мое мнение, ну не только мое, в принципе, тех, кто здесь давно уже работает, что обязательно приобретать нужно в хорошем комьюнити. Мы работаем только с такими застройщиками. Еще такой прикольчик был, что вот, например, вчера было там, ну во многих пабликах писали, наводнение в Дубае, там дожди просто сумасшедшие. Просто у них здесь система сливов не везде правильно работает, ну как мне кажется, да, и бывают лужи просто на дорогах, где реально машины останавливаются. Ну это точно не потом. Ну и то мы на своей машине, в седане проезжаем везде и нигде не застряли, то есть застают там только такие прям низко-низкие машины реально. И то как бы потопом это не назвать, вот сегодня уже жара, все на солнце купаются все, ни одной лужи уже сегодня нет. Вот, знаете, на кайфе, хотел сказать на кайфе парень. Магазином работаешь уже. Вот, а Дашурка, кстати, здесь работает с магазином не, так сказать, не отдыхая. Вот, сейчас новая коллекция у нас на сайте, можно это посмотреть на… На сайте, а в инстаграме? Не говорим эту сеть. А. Да. У нас в соцсетях вы можете посмотреть наши новые коллекции, а также просто приехать в шоу-рум и в шоу-рум выбрать себе нужную вам модель. Ну, мы сегодня у нас воскресенье, мы хотим немножко релакснуть, а завтра уже опять в бой, завтра по застройщикам и так далее. Так что, кому нужны хорошие, классные апартаменты, пишите нам, мы 100% вам подберем хорошую квартиру под инвест. Так, ну я без микрофона, надеюсь, будет слышно. Вот лайнер пришел огромный. Вот место, где мы сейчас сидим, покажу, вот с этой стороны. Вот это кафе, или как это называется, ресторан, не знаю. Ну, в общем, где можно полежать. Здесь, вы видите, мало людей. А вот там, сейчас я вам покажу. Вот там, если присмотреться, вот там. Смотрите, какая тьма на розовом. Видите? Вот там. Вот, это море. И там просто по тьмущая. Если мы стоим, наверное, на свыточках. В общем, видео-модички. Друзья, подключил микрофон, чтобы меня было хорошо слышно, потому что здесь играет музыка. Шумы вокруг. В общем, я вот что подумал. Давай-ка, давай-ка, давайте мы с вами поиграем в некую игру. В плане того, что вы пишете ваши вопросы, а я потом в прямой эфир, скорее всего, с Дашулькой на YouTube-канале на нашем выйду. И на эти вопросы поотвечаю. Либо по-другому сделаем. Прямой эфир мы прибережем для отдельного общения, да, онлайн-общения, так сказать. А сейчас вы можете писать вопросы, и мы, соответственно, вместе с вами пообщаемся на эту тему. То есть, вы пишете вопросы, я также выхожу во влог, вставочку делаю, когда я отвечаю на ваши вопросы. Мне кажется, это будет интересно и вам, и нам, потому что всегда интересно отвечать на вопросы своих подписчиков, которые следят за тобой, которые смотрят тебя, которые лайкают, любят, комментируют и так далее. Поэтому предлагаю вот такую небольшую игру. То есть, сделаем прямой эфир отдельно, там отдельно пообщаемся, но вот прямо сейчас предлагаю вам написать комментарии, задавать вопросы, которые вас интересуют. А я на все вопросы, то есть, постараюсь ни одного не пропустить, на все вопросы буду отвечать вот в таких вот вот влогах. Все, пишем. Да, кстати, с Дашулькой еще наблюдаем такую картину, когда прогуливали здесь по набережной. Сейчас у нас какое феврале, ой, март уже, февраль, говорю, 10 марта. На пляжах там против Марины просто тьма народу лечь вообще негде, то есть просто, ну реально лечь негде. Мы с Дашулькой любим все-таки более такие уединенные места, вот как это, например, да. Здесь спокойненько вот нужно разложиться, так сказать, никто тебе не мешает, это еще кустами, так сказать, отсоединено. Там ресторан, здесь зона вот такого, такого лаунча, да. Единственное, что тенек быстро пришел, потому что у нас здесь пальма стоит, но я люблю тенек. Дашулька любит все-таки загорать, поэтому она вот тут стоит, загорает. Ну не факт, короче, хотел сказать о том, что здесь в Дубае можно на любой вкус найти, так сказать, свой отдых. Просто некоторые, я смотрю, пишут, ой, а что там в Дубае делать, там, блин, нормальных пляжей нет. Здесь есть как и нормальные пляжи, так и ненормальные пляжи, как и дорогие пляжи, так и бесплатные пляжи. Например, мы сейчас находимся на бесплатном пляже, но при этом на пляже здесь вот такой вот ресторан находится, где любой может зайти, заказать там кофе, чай, пиво, поесть и так далее. И при этом здесь ценник, в принципе, такой же, как у нас в Доунтаун, у него обычный ресторан сходить. И это норм, я считаю, что это норм, потому что, ну, не задирают цены, знаете, там ближе к морю, значит, выше цены, дальше от моря, значит, ниже цены. То есть прикольно то, что ценник для всех одинаковый. И помимо развлечений, вот чем заняться здесь? Здесь вот чуть дальше, здесь волейбольные сетки, можно прийти, поиграть в волейбол. Также здесь вот ребята, я смотрю, играют этими ракетками на пляже, то есть тоже можно подсоединиться с ними, поиграть, пробежкой заняться, я не знаю. Тут также алкогольные бары, если именно паб-бары, которые мощные, да, такие. Ну, то есть масса дел, чем заняться, но особенно, конечно же, купаться и загорать. Вот Дашуля, насколько она там не любит холодную воду, но она вот сейчас попробовала, говорит, вода теплая, можно купаться сейчас, да, но она не сильно, не супер теплая, но нормальная, говорит, то есть она бы скупалась, вот она меня тянет, я не хочу идти. Хочу, когда вода больше, ну да, потому что я в тенечке, а она вот на солнышке греется. Ну, короче, вот такой у нас сегодня выходной, мы сами для себя его организовали, ну, воскресенье. И также, в принципе, скоро у всех мусульман праздник, с чем я их великодушно и поздравляю. Так, и как раз мы в праздник еще здесь побудем, и где-то числа 17-го, 18-го, 19-го полетим обратно в Турцию, потому что у нас там тоже приезжает клиент, здесь мы также под клиентов прилетали специально, да. Вот, что могу еще сказать, что инвестиции. Что такое инвестиции? Инвестиции, это как бы суть инвестиции, вложить сейчас, чтобы в дальнейшем была прибыль, правильно? Правильно. Поэтому Дубай и Турция, недвижка, это одни из самых интересных сейчас на рынке. Поэтому, кому интересно, пишите мне в личку, я все расскажу, покажу проекты, в которые нужно инвестировать, в которые проекты я сам некоторые инвестирую. К сожалению, у меня нет там миллиардов долларов, чтобы сразу их инвестировать во все проекты, которые мне нравятся, но в некоторые проекты мы зашли вместе с Дашулей и надеемся, что они вот прям вот как надо будут. Вот. Ну а влог продолжается, как я уже говорил, пишите ваши вопросы, я обязательно буду на ваши вопросы отвечать. Вот с микрофончиком вот так приходится сидеть, потому что громко музыка играет. Ну и у Дашульки красивый купальник, хотя вот что сказать, не буду вам показывать. Красотка. А показать? О, говорить почему, показывать. Ну мне маловато. Ну ничего не маловато. Ну красотка. Вырезается. Вот представляете, еще некоторые люди в соцсетях Даши пишут, что она какая-то... Какая? Я поправилась, это толстая. Ну толстая, короче, пишут мне даже, что я толстая. Ну сейчас во мне 55 килограмм. Ну понятно, что недавно я весила 49 килограмм. Но тогда я себе во многом отказывала. А сейчас... Ну у меня нет сейчас такой задачи. Я сейчас не веду никакой телепроект. Я сейчас не в телеке. Можно я вот как-то буду кайфовать? И 55 килограммов, то есть это вес для меня, который мне не надо держать. То есть он комфортный для меня. То есть я ем все, что хочу. Пью все, что хочу. Кайфую. Не занимаюсь абсолютно пока спортом. Но надо бы... Ну я хожу, правда. Единственное, чем я занимаюсь, это хожу. Вот. Но при этом у меня вес вот мой 55. Ну 56, ну это прям вот если вечером взвешиваться. Ну я не считаю, что это жирный вес. Кстати, именно таким доводят девушек до анорексии, когда говорят, что они... Ты толстая. Во-первых, мне уже как бы 38 лет. Да, я уже как бы по праву. Я родила двоих детей уже по праву. Я имею право немножко отожраться. Хорошо? Ну вот. Так что вообще, девочки, любите себя в любом весе. Вот правда. И не нужно никого никогда, так называть, толстыми, худыми. Люди все прекрасны в любом весе. И тем более не доводите людей до анорексии. Ну то есть... Я могу и до 45 килограмм похудеть. Ну это я уже практиковала. Но в жизни это смотрится реально некрасиво. Ну на телеке, да. Но в жизни это, ну как бы голова ребенка, тело... Ой, наоборот, голова взрослой женщины, а тело ребенка. Ну тоже, ну как бы... В 20 лет окей. Ну зачем это надо, когда тебе уже под сорокет? Ну ребят. Так что всех люблю. Вот так Дарья Витальевна сказала. Все в любви. Я присоединяюсь. Ну да. Я помню... Я сейчас...